Всем привет, друзья! С вами я, Безверха Татьяна, основатель дизайн-студии ТБ Дизайн и онлайн-школы ТБ Эдюкейшн. В комментариях многие из вас спросили меня рассказать о стилях в интерьере более глубоко, чем я это делаю в шортах. Я решила разделить разговор о стилях на две больших части. Это квартиры, о которых, кстати, уже вышел ролик на моем канале, и это интерьеры загородных домов, о которых мы поговорим сейчас. Я расскажу вам про топ-5 самых популярных стилей в дизайне интерьера загородного дома и добавлю шестой стиль. Это так называемый русский стиль, стиль русских дач, русских усадеб и так далее, которые все больше и больше набирают в нашей стране обороты. Поэтому, если хочешь посмотреть и послушать про него тоже, обязательно досматривай этот ролик до конца. Присаживайтесь поудобнее и поехали! В своем предыдущем видео про стили в интерьерах квартир я рассказывала, что в идеале стиль интерьера должен сочетаться с архитектурным обликом многоквартирного дома, в котором расположена квартира. Так вот, что касается загородных домов, то тут это еще в три раза важнее, чем в квартирах. И стиль исполнения, и материалы исполнения интерьера коттеджа должны прекрасно дополнять и продолжать его архитектурные решения. Давайте я покажу вам, что я имею в виду. Перед вами интерьер в стиле английская классика. Как думаете, в каком из домов он наиболее уместен? В первом или во втором? Правильный ответ – во втором. Потому что это дом в английском стиле. А теперь посмотрим на эту картинку. Это интерьер в стиле шале. Как вы думаете, домик номер один или домик номер два? Правильный ответ – домик номер один. Потому что интерьеру в стиле шале должен соответствовать коттедж в стиле шале. Ну и интерьер номер три в стиле русская усадьба. Как думаете, домик номер один или домик номер два? Правильный ответ, конечно, номер один. Потому что он идеально соответствует по атмосфере, по духу и по архитектурным решениям. Но представьте себе, как бы смотрелся такой интерьер во варианте дома номер два Но это же полный и кошмарный колхоз Ну а теперь перейдем к самим стилям И начнем по традиции со скандинавского стиля Во-первых, для загородных домов в скандинавском стиле характерны определенные архитектурные решения И это как домики со скатной крышей Они безумно популярны в Скандинавии, потому что со скатной крышей тупо хорошо скатывается снег Так вот, как это могут быть и такие треугольные домики со скатами в пол И более современные дома, которые чем-то похожи на наши традиционные дачи То есть они вот такой вот формы И в то же время дома в скандинавском стиле могут быть и квадратными с плоскими кровлями Так вот, характерны определенные именно экстерьерно-фасадные решения для скандинавского стиля И материалы, конечно Это, во-первых, большая площадь остекления Про остекление я тоже уже говорила Холодный климат, исторически важно, чтобы попадало очень много света в интерьер Потом это использование дерева Причем в современном скандинавском стиле для загородных домов Это не обязательно натуральное коричневое или сероватое дерево Во-первых, очень популярно красить дома в черный цвет Это, кстати, охрененно выглядит Или в белый, в светло-серый И это все тоже про скандинавский стиль И, конечно же, вот это вот решение Вот это обилие дерева Красивые скатные кровли Все это приходит и в интерьер И 80% интерьера дома загородного в скандинавском стиле Ну окей, не 80% пускай, но точно 60-70% Выполнены именно из дерева Ну а в целом в интерьере домов в скандинавском стиле Есть еще большее, чем в квартирах Тяготение именно вот к такой вот дачности К такому уюту Это много использования шерсти Пледов, уютных вязаных, ковров Это может быть, кстати, очень органично смотрящийся декор В стиле рогов или каких-то шкур Ну и мебельные решения обычно самые простые Потому что это все-таки загородный дом Это простой достаточно лаконичный кухонный гарнитур И обычная мебель Конечно, если есть возможность осветить дом Какими-то винтажными предметами Или произведениями искусства Это можно сделать Но чем хорош скандин в интерьере загородных домов Он может быть предельно простым То есть если вы просто зашьете интерьер вагонкой Там отчасти стену ставите под покраску Может где-то чуть-чуть введете нейтральные обои Положите на пол обычную массивную доску Из лиственницы тоже ее чуть-чуть подтонируете Сделаете светлую кухню темно-серую мебель Добавите немного ярких акцентов Подушек, шкуру на полу, плед Не повесите на окна легкий текстиль И добавите каких-нибудь гирлянд Которые хороши, кстати, не только на Новый год То у вас получится очень уютный скандинавский домик И этот стиль прекрасно живет с низким бюджетом Он идеально подходит и для маленьких домиков Он идеально подходит для маленьких дач Так что я считаю, что сканди – это прекрасный стиль Для вашего загородного дома Современная классика На нашей практике современная классика Оказывалась самым популярным стилем для загородного дома Я прекрасно понимаю, почему Потому что это сочетание и продуманной архитектуры И достаточно больших пространств И обволакивающего уюта Потому что в загородных домах современная классика Всегда неуловимо тяготеет к американской классике Основное цветовое решение обычно довольно сдержанное То есть это какие-то светлые оттенки Светло-серый, светло-бежевый И этот интерьер, он наполняется натуральным деревянным полом Большой каминной группы Обязательно в гостиной Желательно, чтобы камин был в зоне второго света Прям вот высокий-высокий до потолка Это обязательно какая-то большая красивая люстра и бра на стенах Это диванная группа Там два-три дивана Таких глубоких мяхих В которые ты садишься и просто тонешь То есть это то, что характерно для американского стиля Это всякие приставные столы, столики, винные шкафы и так далее Это большой стол на компанию Это большая кухня с островом Это все черты вот современной классики Она же американская классика, которую очень любят делать в России в загородных домах И у нас такие проекты есть И вы сейчас видите, кстати, такой проект у себя на экране Этой современной классике можно придать разный уклон Можно сделать уклон именно в сторону прям Америки-Америки Тогда появится уже больше МДФ гладкого Меньше именно дерева фактурного там Интерьер станет более белым Потому что характерен очень белый свет И появятся там другие декоративные решения Мебель характерных для Америки Форм и так далее Можно сделать больше уклон в пользу Франции Это будет более легко, более утонченно И больше именно в сторону классической основы Лепного декора и так далее Такой интерьер отлично подходит для домов не из дерева, не из клееного бруса, а кирпичных Можно обыграть современную классику по-разному При этом такие дома Они прекрасно насыщаются инженерными системами Системами приточной вентиляции Канального кондиционирования Увлажнения в воздух Умными домами и так далее Тут тоже все упирается во вкус и кошелек хозяина Как же сделать дом в этом стиле? Ну, во-первых, закажите архитектурный проект Это не должен быть какой-то типовой проект Ну, или если типовой, то хороший Дом, посмотрите, чтобы он был по фасадам тоже такой достаточно классический Не супер деревянно растекальный, как шале, но классический Обязательно используйте дерево в гостиной Обязательно должен быть центром большой-большой камин Ну, а все остальное уже наполняйте в зависимости от своих пожеланий Классика Также я сюда, конечно, добавила бы английскую классику Если вы подумали, что сейчас будет повтор предыдущей части ролика То это неправда То была современная классика Где от какой-то именно классической основы Остались в основном планировочные решения Некоторые архитектурные приемы И облегченные черты в мебели и в декоре Сейчас я говорю именно про настоящую классику Которая имитирует исторические стили Что касается архитектуры здания То это должно быть здание именно в соответствующей стилистике Я видела строить достаточно много зданий в стиле именно французских шато Понятно, что это стоит хоть космический денег Но это действительно качественно кропотливая работа архитектора Который воссоздает элементы классической французской усадьбы То же самое и есть здания в английском стиле Из кирпича, с характерным декором, окон, углов, цоколя и так далее С характерными цветовыми решениями Именно в таких зданиях, в таких коттеджах Хотя, наверное, их даже коттеджами язык не повернется назвать Скорее, это будут усадьбы И лучше всего смотрятся вот эти исторические стили Кстати, для того, чтобы все было достоверно и смотрелось органично Нужно обязательно позаботиться в этом случае о ландшафтном дизайне Соответственно, это может быть как регулярный французский парк Так и более уютный и как будто бы дикорастущий английский парк Какие основные черты у интерьера в английском стиле? Ну, во-первых, это использование дерева, кирпича и камня Причем дерево может быть темным и насыщенным Во-вторых, этот интерьер, он достаточно заставлен всякими деталями Тут и диваны, и всякие столики, консоли И бесконечные лампы, пуфы И обязательно большой камин Обязательно библиотека с книгами Цветовое решение, оно скорее будет более темным Хотя бывают и светлые, достаточно жизнерадостные английские усадьбы В таком случае будет обязательно орнамент, полоска или цветочек Тоже вполне себе характерный для сельской Англии Этот стиль требователен к планировочным решениям К архитектуре, к оформлению холлов, лестницы и так далее Поэтому я ни в коем случае не советую вам пытаться сделать его самостоятельно Особенно, если у вас сдача 150 квадратных метров Тут как бы современная классика еще куда как бы не пошло Там влезет туда Скандинавский стиль идеально А английский, французский и вот такая вот классика Это, конечно, дома уже от 400-500 квадратов минимум Поэтому стиль этот не для всех, он не современный Но я не считаю его некрасивым, если его хорошо сделать Это будет прекрасное и уютное жилье Стиль шале Этот стиль сложился совершенно органически, просто исторически И именно в этом регионе вместо какой-то распространенной, например, в Англии, во Франции классики или в Америке Там американского стиля, здесь был вот этот стиль шале То есть эти дома оформлялись в дереве, в темном дереве натуральном, с охотничьими трофеями, с рогами и так далее Сейчас стиль шале разделился на такие вот как бы две ветки Есть классические шале и они по-прежнему прекрасно смотрятся Особенно там, где есть горы, ну или как минимум холмы Есть современный шале, это когда этот стиль осовременился Его архитектура выглядит немножко по-другому Она сохранила лишь основные черты Например, большое фасадное остекление, характерную форму скатной кровли, обилие дерева и так далее Но она стала более современной, более технологичной и т.д И таких и таких домов в Москве и в России достаточно И это тоже совершенно шикарный стиль для уютной загородной недвижимости Основные черты стиля Ну, во-первых, большая площадь, маленькое шале себе представить достаточно сложно Материалов, по сути, всего два в классическом шале Это дерево и камень, других тупо просто нет В современных шале, конечно, появляется еще и металл Потому что в его проектировании и строительстве используются металлоконструкции Но тоже в основном царствует дерево Для классических шале характерна планировка, когда у тебя основной фасад И вид, собственно, из гостиной Большие окна выходят на природу Ну, изначально это был какой-то красивый склон горы Там какая-то горная долина Сейчас, в принципе, может выходить и на лес Но тем не менее Это вот именно центральные видовые окна Поэтому дом в стиле шале будет довольно странно смотреться в коттеджном потелке На небольшом участке, когда вот эти шикарные видовые окна будут выходить на кухню ваших соседей Обязателен второй свет Обязателен камин в центре помещения Сама мебель, кстати, может быть вообще без какой-либо привязки к стилю Это просто такая основательная деревенная мебель Крупная, грубоватая, значит, большой стол Устойчивые стулья там с кожаной или с тканевой сидушкой Объемный диван, на котором всем удобно сидеть Ну и так далее Если вы хотите сделать такой интерьер самостоятельно То, опять-таки, я вас разочарую Сделать это не так-то просто Потому что из-за обилия вот этого темного сложного дерева Может получиться так, что у вас получится просто амбар Либо получится какой-то мрачняк Тут, конечно, лучше все-таки позвать дизайнера Ну а по бюджету стиль, конечно, дорогой Ну и в целом на нынешнем рынке дерево И причем такое именно массивное дерево Не вагонка, как в скандинавском стиле, которая на строительном рынке продается А именно амбарная доска, дуб, ясень и так далее Стоит достаточно больших денег Поэтому с низким бюджетом на стиль шале, к сожалению, можно не надеяться Интерьер загородного дома в стиле минимализм Про минимализм в квартирах я уже говорила в одном из предыдущих роликов В загородных домах, в принципе, все то же самое Но вещь в том, что тут минимализм очень-очень сильно должен быть увязан именно с архитектурой дома И вот эти современные кубические дома Которые просто как будто бы состоят там из нескольких красиво состыкованных квадратов Это дома, сделанные там в лаконичном ключе, в бетоне Или в каком-то гладком дереве, или в стекле В сочетании различных материалов И это все и есть дома в стиле минимализма Что для них характерно? Ну, посмотрите картинки, и вы на самом деле поймете То есть это какие-то крупные консольные выносы кровель или боковых стен Это панорамное стекление Кстати, их можно сделать в нашем климате Просто сумму я вам говорить не буду Потому что она, мало того, что она астрономическая, она просто сверхастрономическая И это я сейчас говорю именно про вот роскошный минимализм Но, в отличие от квартир, можно делать и небольшие минималистичные домики В этом, конечно, есть парадокс, но такое бывает Сделать дом вот именно вот в этом квадратном современном ключе просто достаточно небольшой В его отделке то же самое, что в минимализме в квартирах То есть натуральные материалы, лаконичные формы Но допускается чуть больше свободы Из-за того, что все-таки это загородный дом И тут хочется уже единения с природой, и дерева, и так далее Поэтому минимализм в загородных домах, он может быть чуть более уютным, чем в квартирах Ну а в остальном правила те же самые Это лаконичные геометричные формы Крупными мазками использования материалов Технологичность, и так далее Можно ли оформить дом в стиле минимализм самостоятельно? Ну, наверное, да Но все-таки этот стиль не настолько прост Поэтому я искренне советую привлекать специалистов Ну и последний бонусный стиль Это набирающий обороты русский стиль Откуда он взялся? Ну, это такая помесь старых деревянных дворянских усадеб 19 века С дачами советских писателей Это совершенно особенная стилистика архитектуры и интерьеров Которая зародилась и которая имеется только в нашей стране Это обязательно веранда, где все пьют чай Это обязательно окна мелкими квадратиками на этой веранде Это такие симпатичные ситцевые занавески Этот дом обязательно из дерева И внутри он наполнен уютом Он наполнен деревянной мебелью Винтажным светом Тут же стоит какой-нибудь аттикварный сервант от вашей прабабушки Лежит какой-нибудь красивый узбекский ковер Килим И висит светильник с тканевым абажуром Вот это примерно и есть такая традиционная русская дача Этот стиль может тяготеть как в советский стиль Как я уже сказала Тогда тут могут и лакированные ГДРовские серванты тоже прибавиться Так и больше в усадебную историю Тогда, конечно, будет и печь со взросцами И красивая диванная группа перед ней Где можно пить чай по вечерам и так далее Опять-таки, идеально, конечно, купить какой-то старый деревянный дом И реставрировать его Соответственно, интерьер может быть как прям дачным таким дачным Так он может быть и более нейтральным С добавлением предметов декора в русском стиле Кстати, это могут быть, например, какие-нибудь зеркала Оформленные в рамы из наличников Это те же самые изразцы с гжелью Например, использование кружева там в всяких салфетках, занавесках Даже локальное, оно все равно интуитивно отсылает нас к бабушкиным квартирам и к бабушкиным дачам Не эта цветовая гамма такая яркая и немножечко пестрая Не это могут быть какие-то росписи, узоры чуть-чуть в сказочном русском ключе и так далее Такие интерьеры смотрятся очень уютно, очень оригинально И как-то они вот все-таки греют душу, как мне кажется, нашим людям Я бы на самом деле в таком домике пожила Обязательно должны быть предметы с историей, хотя бы там парочка на весь дом То есть какой-нибудь там шкаф антикварный или, я не знаю, столик старый какой-нибудь ломберный, красивый и так далее Этот стиль, кстати, отлично дружит с небольшими площадями Потому что исторически не все, во-первых, русские усадьбы были огромными А во-вторых, те же самые советские дачи, даже генеральские, они в принципе были достаточно скромными То есть с огромным размахом в СССР никто дачи почти и не строил И этот стиль можно сделать и довольно-таки бюджетно Особенно если у вас уже есть дача и вам нужно привести ее просто в порядок Так и, конечно, сделать его дорого, уже в более усадебном стиле С антиквариатом, с кем-нибудь восстановленными по старым рисункам обоями и так далее Но в любом случае русский стиль набирает обороты Русский стиль это круто, русский стиль это красиво, интересно и очень уютно Конечно, этими шестью стилями загородные дома не ограничиваются И бывают и дома в стиле эклектика, где намешано всего И в принципе дома могут быть решены абсолютно любым способом Но эти шесть стилей, они, конечно, основные Друзья, я надеюсь, вам понравилось это видео Я прям выложилась по полной и постаралась сделать его для вас максимально интересным На моем канале уже есть разбор дома в стиле современная классика Ссылочка вот тут и в описании под видео И, кстати, у меня на канале есть даже разбор интерьеров в гавайском стиле, в загородном доме Как ни странно, такое тоже бывает Как я уже говорила, интерьеры в загородных домах могут быть в абсолютно любых стилях Друзья, пишите в комментариях, в доме в каком стиле хотели бы жить вы И что вам ближе А также обязательно ставьте лайк Подписывайтесь на этот канал Потому что вы обязательно вспомните обо мне, Татьяне Безверха И когда придет пора делать дизайн и ремонт На связи!